Не щелкнул по носу ботоксного кремлевского деда, считай не стал приличным политиком. Похоже, что именно так рассуждают руководители цивилизованных стран. Европа, Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, Турция и многие другие государства выдают лещи наглой образине Путина, соревнуюсь друг с другом в красочности удара. С начала 2020 года по старческому горбу президента России успели вальяжно пройтись сразу несколько лидеров. Забег открыл Реджеп Ардаган, продемонстрировав эффектный прием под названием «Давид Таракана» и пустив ход вооруженные силы Анкары в Сирии. Далее эстафету приняли страны ОПЕК, а король Саудовской Аравии так и вовсе поставил все руководство Запоребрика на колени. Такого унижения путинская Арава давно не испытывала. Не отставали от благородного дела и лидеры США, стран Евросоюза. Первые свели на нет, все потуги российской обсервации на территории Венесуэлы, а вторые оперативно отказались от поставок грязной нефти из Мордора, приняв предложение от Саудитов. В итоге Вова Путин по кличке Бункер был вынужден купить бесполезные венесуэльские активы Роснефти у своего же подопечного. Это нанесло заметный удар по репутации президента РФ среди шакальей стаи. Политические гиены чувствуют, что дед стареет и теряет хватку, а значит глобальный деревян не за горами. Именно по этой причине Путин начал шарахаться от собственной тени. Он чувствует потерю контроля над ситуацией и хочет как можно быстрее обнулить свой срок. Поэтому пробирочный президент старательно делает вид, будто не замечает наглых выходок со стороны своих подопечных. Даже несмотря на то, что все окружение еще те, голубцы да молодцы. И пока Путин почесывает ноющие ссадины на своем образе политического клоуна, западные страны не устают выписывать ему новые пинки. В этот раз подарок преподнесла Польша. Здешний народ имеет массу претензий к престарелому деду, начиная от подстроенной авиакатастрофы, унесшей жизнь их президента и заканчивая недавним бредом о том, что именно поляки развязали Вторую мировую войну. Нужно быть невероятно тупым политиком, чтобы делать подобные заявления в отношении страны, через которые у тебя проходит один из основных газопроводов. Проект Ямал Европа позволяет России ежегодно поставлять в ЕС порядка 33 миллиардов кубометров природного газа. Особенно гениально эта идея выглядит, когда узнаешь, что как раз в 2020 году заканчивается срок действия транзитного соглашения с Польшей. Действительно, идеальное время для Плешивого мсье обвинить данную страну в развязывании величайшей трагедии 20 века. Не сложно догадаться, что поляки давно ждали этого дня и уже заявили о невозможности продления договора. И произошло столь знаменательное событие как раз в тот момент, когда хранилища Газпрома переполнены, а положение РФИ на рынке оказалось крайне неустойчивым. Теперь мощности газопровода будут сдаваться в аренду через многочисленные аукционы. Они регулируются правилами Европейского Союза и заставят Кремль потрясти булками, вывернув карманы наружу. Учитывая, что Польша собирается к 2022 году полностью отказаться от газа из Московии, заменив его на сырье из Норвегии и США, Московия будет вынуждена платить втри дорого за транзит по польской территории. Причем иного выхода у путинского отребья попросту нет. Ведь ситуация с Северным потоком-2 стремительно ухудшается и даже Германия перестала способствовать его строительству. Чтобы понять, насколько печально положение делу Газпрома, стоит обратить внимание на финансовую отчетность российского монополиста. Только в первом квартале 2020 года он получил чистый убыток в 306 миллиардов рублей. По мнению экспертов, под конец года газовая шарашка Миллера потеряет порядка 20 миллиардов долларов. И с течением времени ситуация будет лишь ухудшаться, ведь от сырья из Орефии продолжают отказываться крупные покупатели. С такими темпами Путину придется прокладывать трубу в Зимбабве, после чего менять газ на шкуры овец и разноцветные стекляшки. Однако главным показателем тотального хаоса, царящего в Газпроме, являются спотовые цены. В апреле они опустились на европейских хабах до 60 долларов за тысячу кубометров. Это ниже, чем стоимость газа для внутреннего рынка. К примеру, в Ленобласти они равняются 63 долларам, а на просторах Южного федерального округа и вовсе составляют 67 долларов. Что тут скажешь? Ошеломляющий путинский успех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok